На этом объекте у нас интересная задача. Сохранился элемент старого паркета, как мы видим, розетка, которая около 100 лет, по-моему. И заказчик для него историческую ценность имеет и хочет ее сохранить и врезать ее уже в новый паркет. И мы попробуем с этим справиться. Ну и стандартно все наши операции, которые мы проводим по замеру оснований в данном случае. Мы пробили бетон склерометром, наклеили пятачки и будем делать тест на отрыв. И посмотрим, что у нас здесь покажет. Также будут произведены замеры на ровность, на влажность и прочие параметры. Вот дотянули до 1,9 кН, что практически в два раза больше требуемой нормы. Сейчас сделали обмерочный план. Периметр помещения с размерами, где у нас будет стыковки с камнем. Ну и соответственно диагонали. Для художественного паркета это очень важно. И еще будет контрольный обмер после того, как стены подготовят под чистовую воду. Затем мы отправим эти размеры в отдел проектирования. И ребята уже сделают нам четкую раскладку привязки розетки, привязки фризов, привязки модулей. То есть у нас будет окончательная картина и ошибки быть не может. У нас есть план. Он, как обычно, помят. Сложен, переложен. Сфотографирован под углом. Размеры какие-то есть, какие-то нет. Пришлось дистанционно. Я рисую в Санкт-Петербурге. Наш специалист в Москве с лазерной рулеткой измеряет углы, проверяет размеры. Я строю здесь и проверяю, насколько я все точно. Делаем дополнительные замеры. Вуаля. Красота. У нас есть единственная ровная линия. Вот она. Это идет вот этот вот маяк, который по потолку. И, соответственно, два перпендикуляра. Вот этот и вот этот. Значит, понятно, что никто не знает размеров, которые здесь. И вообще все стены, они мало того, что они все по трапеции, они еще вот такие вот и в этой проекции, и в этой проекции. Поэтому их даже померить очень тяжело. Вань, давай разберемся сначала. Да, там они уже, по-моему, есть как раз. Я думаю, привязываться, если мы... Значит, смотрите, ребят, вы послушайте сейчас пока все внимательно, потому что это очень важно. Потому что мы чертеж с дизайнером обсуждали месяц. Целый месяц. То есть внести коррективы в этот чертеж у нас уже не получится, потому что уже на производстве дано задание изготовления паркета. Поэтому если кто-то посчитает, что, типа, фигня, там, 5 миллиметров влево, мы миллиметр обсуждали. Вот реально, на последний день у нас было 12 вариантов чертежа только в течение двух часов. Мы уносили изменения прямо вот при нем, прямо на чертеже. Поэтому очень прошу с чертежом тут без самодеятельности. Здесь вот написано, что это вариант 10. Это вариант 12 уже. Это 12, да. 12, который уже стал приложением к договору, да, уже подписанным. Поэтому, значит, смотрите, у нас есть линия вот эта. Наша задача спустить ее вниз, найти. От нее мы, по сути, даем тех задания по укладке к вытку. То есть, мы диктуем эту линию, да. И точно так же наша задача найти вот эту линию. Сейчас она пока неизвестна. Почему? Потому что мы пляшем отсюда. И нам нужна сюда параллель. Причем строго до миллиметра размер сюда. Какой он? Сейчас мы позвоним нашему Алексею Алексеевичу Самсонову, который проектировал. И он нам скажет, какой вот этот точный размер. То есть, когда мы найдем эту линию вот там внизу, надо будет здесь точно так же ее вычерпить на полу. Значит, вот таким вот образом у нас будет, вот она эта линия внизу. Значит, здесь пойдут две отбойные планки по 54, общая 108. И дальше уже пойдет весь контур розетки. Я думаю, что у нас будет вот эта часть собрана, ну, сегментами какими-то, плюс бордюр. То есть, вот это все мы выкладываем и пляшем мы отсюда. То есть, раскладку мы начинаем отсюда и туда в ту сторону идем. Сегодня мы выполняем шлифовку стяжки. Надо сказать, что строители сделали очень хорошую прочную стяжку. Мы ее проверили на отрыв. Очень высокие показатели. Но мы попросили до выхода нас на объект, чтобы строители вытащили металлические маяки. Потому что это будет препятствовать нашей работе по шлифовке стяжки. И они вытащили и эти места залили специальным раствором. И вот сегодня для того, чтобы выровнять основание, очистить его, сделать его пригодным для укладки паркета, предварительной укладкой фанеры мы занимаемся шлифовкой стяжки. Привезли нашу розетку мы в цех. Сейчас обсудили, что мы с ней будем делать. В общем, будем ее приводить в божеский вид. Максимально сохранить все исторические элементы. Частично будем менять на новые. Будем ее вписывать в геометрические размеры с максимальным сохранением старинных элементов. Розетка 19 века имеет для заказчика историческую ценность. Поэтому мы будем с ней максимально аккуратны и бережны. На нашем объекте мы будем заниматься реставрацией старого паркета. То есть мы будем по согласованию с дизайнером частично оставлять старые вот такие вот маленькие модули при демонтаже. Многие из них просто поломались, но в общем мы восстановим их. И часть будем делать новых модулей. То есть по тому же самому рисунку будем изготавливать вот такие вот... Такой вот модульный бордюр, наверное. А также заниматься реставрацией художественной розетки. Но до того, как мы начнем изготовление, мы договорились, что сначала мы сделаем образец из трех старых модулей и из трех новых модулей для того, чтобы посмотреть, насколько велика будет разница между старыми, а это конец 19 века, и, соответственно, новодел, только что сделанными новыми. Сделали, подготовили образцы, и сейчас у нас стоит задача покрытия лаком. Мы будем применять специальный грунт, который поджигающий. Это Бергер L81, который дает очень красивый, насыщенный оттенок. А еще у нас в процессе работы стоит задача согласовать цвета пород дерева. То есть у нас будет использоваться светлый дуб, темный дуб на жилке обравления, и мореный дуб на... тоже на жилку вокруг этих модулей. И именно для того, чтобы до начала работы показать, как будет выглядеть уже итоговый результат под лаком. Ну вот, собственно, сейчас мы и займемся этой работой. L81 это очень хороший грунт. У него есть один, конечно, минус большой. Он очень агрессивно пахнет, но при этом у него очень высокий сухой остаток. Он очень хорошо запечатывает древесину, то есть он сам защищает ее впоследствии от перепадов влажности. Соответственно, наверное, этот грунт мы будем наносить в два слоя на объекте. Специально мы выбрали именно его, потому что он препятствует, что ли, в большей степени за счет своего высокого сухого остатка, потому что древесина будет потом колебаться от перепада климата, от перепадов влажности. И теперь нанесем наш поджигающий грунт на модуль, где у нас старый модуль. Старый пакет. Вы же его реставрировали? Да, да, вот он буквально из таких кусочков был собран. Видишь, мы его... Ну, это образец, то есть мы его, видишь, такой щит собрали, потом будем его использовать. Это образец в нашем салоне, в Бутерском Алле. Ну, здесь именно, чтобы дизайнер заранее увидел, насколько сильно он будет отличаться от нового. Вот этот старый пакет. Вообще, мне очень нравится. Угу. Какой запах. Почему очень важно согласовать до начала работ? Потому что, видишь, да, как сильно изменился северная висина после покрытия лаком. А еще очень важно, вот смотри, специально на вот эти жилки мы взяли темный дуб, да, показать разницу между светлым дубом старым и темным дубом, а также здесь показать между новым светлым дубом и старым темным дубом. Специально стояла задача такую контрастную сделать. Так было в тех заданиях у дизайнера. И, по-моему, мы в данной ситуации очень даже неплохо справились, потому что был выбор взять либо орех, но он был бы гораздо темнее. Вот темный дуб специально отбирали. Темный дуб. Плашки, да? Плашки темного дуба. Мне кажется, очень хорошо. С ума задача справилась. Вот мы привезли из производства розетку, отреставрированную старинную розетку, и будем ее укладывать в пол. Ну и, соответственно, остальной рисунок дальше дальше у нас проедет. Такая у меня часть красота. Покрыться все это маслом, и потом будет покрыться масло ствердым оском. Какой вид отделки будет? Я так понимаю, что в процессе работы у нас немножко поменялось, концепция, да, брашировка будет или нет? Нет, вообще. Брашировки не будет? Мы отказались от классической лаковой системы. А почему? Ну, потому что заказчик не хочет видеть пластиковость пола, и не хочет наступать на лак. Понятно. То есть он захотел более такие комфортные, тактильные ощущения, да? Ощущения, вот, где он чувствует древесину, поэтому предложили покрытие изжимить. Понятно. Ну, слушай, розетка вообще обалденно, конечно, смотрится. Ну, по сравнению с тем, что было изначально, все-таки она за год эксплуатации очень сильно страдала, поэтому... все лучше, по сути-то, это пока что пола, брика. Ну, и покажем потом уже промежуточные этапы и конечный результат. Я так понимаю, сейчас будет самый сложный этап работы. Это разметка, которая уже сделана по полу, да? Да, уже сделана, да. У нас вот висит проект на стене. Здесь у нас четкие привязки к силым линиям по помещениям. То есть силы и линии, которые мы привязываемся и также опускаются из потолка. Ну, то есть каждый элемент лежит прямо на своем месте, там, где должен быть. Буквально каждая деталька, каждый элементик, даже самый маленький, даже вдоль стены согласовывался. Направление волокон, цвет породы дайвисины, направление, в общем... Паркет здесь прям супер отборный. Из отборного выбирали еще более отборный, чтобы именно оттенком сильного контраста не было. Абсолютный радиус, чтобы излипнул на всех породах. И вот тот самый потолок, к которому у нас будет привязка. То есть у нас розетка должна будет лежать точно под этим потолком, линия в линию, от которых мы, собственно, и плясали. Вот они эти маячные линии, одна и вторая. И вот эта вот балка, которая здесь идет вдоль от одного окна до другого окна. Продолжаем нашу эпопею с художественным паркетом. Сейчас у нас практически уже завершающий этап по монтажу элементов. Остались небольшие доработки. Вклейка косыны. Там представили образцы для выбора заказчика. И ждем его на утверждение. Так как изначально этот вот элемент остался под вопросом. В общем, решили его оставить на потом. И вот здесь у нас предлагаем четыре разных варианта. Моревый дуб в чистом виде, дуб радиальный в чистом виде, либо комбинация еще два варианта. Всего четыре. Вот здесь у нас идет комбинация по обрамлению. Маленькие модули. Размер 2,45 с цветочками. Это новые абсолютно модули мы изготовили. А весь вот этот ряд, 12 модулей, это отреставрированные модули, исторические. Ну, с того же пола, что и розетка. То есть, это было желание заказчика сохранить, чтобы исторические элементы, как, опять же, историческую ценность какую-то. Вот так мы их отреставрировали. Понятно, что в то время напиловка была ручная. Естественно, тут большие погрешности. Сейчас так уже практически не пилят. Но, тем не менее, эффект, я думаю, будет очень хороший. Основная сложность была в том, что у нас идет четкая привязка всех элементов и кристру. Каждая здесь деталь, вообще любая деталь, она лежит на своем месте, так как в проекту. То есть, здесь нет никаких импровизационных моментов. Все вот именно так, как изначально рисовали, это было сопряжено с основной сложностью именно в замер. Потому что стены, как мы видим, здесь перпечь, каких-то вот четких углов нету. Поэтому, конечно, были какие-то небольшие погрешности, но, в принципе, мы с задачей справились. Погрешности у нас здесь практически отсутствуют. Ну, там, в пределах миллиметра она есть. Вот. И, соответственно, была задана базовая линия, то есть, сквозь все помещение она идет вот два от этой балки по потолку. Мы от нее опустились вниз. Это у нас ось основная. И от нее два перпендикуляра. Также под привязкой к потолку, чтобы розетка находилась четко прям по центру вот этой конструкции. криксе. То есть, вот она, вот эта пунктирная линия является осевой, и два пендикуляра от нее отходят. Вот каждый, каждый, каждый элементик лежит там, где он изначально должен был лежать по правилам. Ну, мы сейчас находимся на промежуточном этапе. У нас уже практически началась шлифовка. Мы убрали скотч с поверхности. Остались у нас заключительные элементы косынки. И можем уже дальше продолжать шлифовку. Следующим этапом у нас идет шпаклевка, микрощелок, которые неизбежно возникают в процессе монтажа. Здесь мы используем акриловую шпаклевку, порошок, которая взводится с водой и получается готовый раствор. То есть, это не шпаклевка, которая мешается с пылью, а именно уже готовый вариант цветная, пятибазового цвета. Если посмотреть вот на эту зону, здесь очень отчетливо видно, что зашпаклевывается очень укрывисто. На самом деле этого не нужно бояться, потому что она очень легко сошлифовывается дисковой машиной также практически не забивает абразив. То есть, в принципе, даже достаточно использовать пылушный, ну, уже поработавший абразив, чтобы ее окончательно снять. и в процессе как раз подобрали цвет, который мы будем тонировать наш пробковый компенсатор. Здесь заклеено скотчем, то есть, у нас здесь гранит красный, дальше идет компенсатор и обрамление из ореха. Соответственно, мы сделали покрытие, чтобы дать контраст, дать поджиг на одном отдельном элементе и подобрали для согласования с заказчиком это похожие цвета. это самый похожий. Да. Будем потом тонировать пробку какой-то схожий цвет. Наконец-то мы закончили наш замечательный проект с художественными полами. Сейчас у нас здесь уже сделано покрытие, оно высохло и мы уже смело можем по нему пройти и все посмотреть. И ждем заказчика для сдачи. Здесь у нас покрытие было выбрано масло с твердым воском бергер вот такой у нас получился эффект. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры